Новогодняя сказка закончилась. На площади Сахарова в краевой столице разобрали снежный городок. Проезд открыт. Смотрите прямое включение. Алтайские компании готовятся выступить на одной из самых авторитетных выставок – Международный продэкспо-2018. Какие продукты они представят? Алтайский спортсмен попробует покорить льды Швейцарии. Сегодня альпинист Дмитрий Гребенников примет участие в первом этапе Кубка мира по ледолазанию. Дмитрий Гребенников. Днем уже до минус 18, а в ночь на субботу до минус 34. А вот уже в воскресенье температура станет аномально низкой, причем холода продержится как минимум до 24 января. Новогодняя сказка закончилась. Этой ночью разобрали снежный городок на площади Сахарова. Движение на проспекте Социалистическом вновь открыто. Сейчас на месте работает мой коллега Вадим Слюсарев. Телефон с нами на связи. Вадим, вам слово. Здравствуйте, Анастасия. Сегодня радостный день для всех барнаульских автомобилистов. Этой ночью в 11 часов движение на площади Сахарова было восстановлено. Отмечу, что площадь Сахарова, если быть конкретным, то участок проспекта Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина и Димитрова, это важная для центральной части города дорожная магистраль. Поэтому водители часто жалуются на то, что во время новогодних праздников этот участок перекрыт. И напомню, что перекрыт он был с начала декабря. Сейчас же здесь практически ничего не осталось от Ледового городка. Дорожные службы продолжают убирать последствия народных гуляний, то есть снег. И отмечу, что на дорожном покрытии образована так называемая снежная каша, поэтому призываем автомобилистов быть аккуратными на этом участке дороги. Но тем не менее, нет сомнений в том, что сейчас центральная часть города будет разгружена после того, как восстановили движение на проспекте Социалистическом. Анастасия, вам слово. Спасибо, Вадим. А сейчас к другим темам. Более 20 компаний из Алтайского края представят регион на самом авторитетном событии в сфере продовольствия и напитков международной выставки «Продексфа-2018». Она пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. По мнению алтайских производителей, главные задачи, которые решает форум – поиск новых рынков сбыта, расширение связей, а также знакомство с основными трендами в пищевой индустрии и интересными разработками конкурентов. По традиции, наши компании представят на выставке основную часть своего ассортимента, дополнив его новинками. Например, давно себя зарекомендовали алтайские товары для правильного питания, йогурты и кисломолочная продукция. Сувенирные и подарочные пряники с различными вкусами презентует компания «Алтайский медовый пряник». Я добавлю, что крупнейший в России и в Восточной Европе в международный форум «Продексфа» является самым значимым событием в сфере продовольствия и напитков от уже более 25 лет. Он определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии, продвигая на местный рынок качественные продукты питания. 200 квартир планируют приобрести краевые власти для медиков, которые будут работать в алтайском противотуберкулезном диспансере. Его строят в Новоалтайске. На покупку жилья из регионального бюджета планируют направить 200 миллионов рублей. Аукцион Министерства здравоохранения Алтайского края проведет в этом году. В нем планируют принять участие и застройщик «Демидов парк» компания «Аспект». Аукцион в 2017 году объявлялся. Аспект не смог выйти на этот аукцион, поскольку не было завершено строительство дома. Квартиры приобретаются в законченном, введенном эксплуатацию жилья. В текущем году подобный аукцион будет проводиться. В процессе аукциона есть возможность у любого застройщика приобретать квартиры, вернее участвовать в этом аукционе. Точно так же есть право его аспекта. Передвижной медицинский кабинет для мужчин появится в Алтайском крае. Он оснащен оборудованием, которое позволит проводить диагностику бесплодия. Современный медкомплекс будет обслуживать районы нашего региона. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Всего в этом году в регион поступят три медицинских комплекса. Их общая стоимость – 45 миллионов рублей. Еще два предназначены для диагностики заболеваний эндокринной системы и выявления онкологических заболеваний у женщин. Как отметили в региональном Минздраве, в прошлом году край приобрел два подобных мобильных комплекса. Один на базе ПАЗа – это мобильный маммограф. Второй на базе автомобиля КАМАЗ – комплекс «Женское здоровье», который позволяет, выезжая в территории, специалистам диагностического центра проводить оперативно диагностику пациентов. В региональном Министерстве здравоохранения отметили в планах также приобрести стабилизаторы напряжения. Такое устройство поможет избежать скачков электричества, что зачастую сказывалось на работе передвижных медицинских комплексов. Новые возможности использования материнского капитала. На что его можно потратить? Сегодня в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю откроется горячая линия. Специалисты смогут ответить на все интересующие вопросы. В ходе горячей линии можно узнать, какие семьи могут претендовать на выплаты, куда нужно обращаться за оформлением документов и какой размер выплаты. Звонки будут принимать с 10 до 12 часов по телефону 39 99 72. Напомню, с этого года нуждающиеся семьи, в которых родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, в течение полутора лет будут получать ежемесячную выплату. Январские морозы не помеха. В новогодние и выходные место зимовки лебедей в Советском районе – озеро Светлое – посетило около 10 тысяч гостей. Об этом рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Лебедя-кликуны привлекают туристов не только во время праздника Алтайская зимовка. Напомню, там расположена смотровая площадка для наблюдения за зимующими на незамерзающем озере птицами. Даже в самые сильные морозы температура воды там не опускается ниже плюс 5 градусов, а когда на термометре минус 35 и ниже, лебедей усиленно кормят. Его картины хранятся в личных коллекциях жителей Европы и Америки. Известный алтайский живописец Василий Кукса представил новую персональную выставку в музее «Город». Василий Кукса – яркий представитель алтайской пленерной живописи. Художник работает на открытом пространстве и пишет исключительно с натуры. Как говорят искусствоведы, его картина отличает большая палитра красок и необычная прорисовка предметов. Неудивительно, что творчество Василия известно далеко за пределами нашего региона. Его работы украшают персональные коллекции ценителей искусства в Канаде, Германии, Франции, США, Швейцарии и Китае. На выставке в Барнауле можно увидеть пейзажи и городские зарисовки из путешествий художника. Это уголки Санкт-Петербурга, Крыма, Абхазии и Франции. Оценить их можно до 17 февраля в музее «Город» по адресу Льва Толстого, 24. Работы все очень яркие, красочные, несмотря на то, что цвета довольно-таки приглушенные, они как будто светятся изнутри. Ну и сам Василий Павлович довольно-таки интересный человек как личность и как художник, казалось бы, уже состоявшийся, да, огромный опыт работы. Можно уже починать на лаврах и как бы уже ничем таким не заниматься. Несмотря на это он активно развивается, проходит различные стажировки, посещает разные страны. И к новостям спорта. Алтайский спортсмен попробует покорить ледыш в Иссарии. Сегодня альпинист Дмитрий Гребенников в составе сборной России примет участие в первом этапе Кубка мира по ледолазанию. Дмитрий – руководитель Алтайской краевой федерации альпинизма, член сборной России по ледолазанию. В начале года он стал победителем четвертого этапа Кубка России, который проходил в Томске. В соревнованиях приняли участие почти 100 спортсменов из разных регионов страны. Дмитрий Гребенников одержал победу в категории «трудность» и утвердил свое лидерство в сборной края. Какая трасса нас ожидает, мы не знаем до последнего момента. Все участники закрываются сначала в зоне изоляции перед просмотром. На просмотр отделяется фиксированное время, очень небольшое, как правило, 5 минут. Это сделано для того, чтобы никто не видел, как кто лезет, потому что, увидев пролаз к этой трассе, можно обзавестись существенным запасом по информации, как где лучше сделать. Можно видеть, как лезет участник только после того, как ты сам уже пролез. Краевой финал турнира по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» прошел в Алтайском крае. На льду встретились 8 команд из Зарьинска, Бейска, Белокурихи, Славгорода, Рубцовска, Шулаболихи и Бурнаула. Это спортсмены 12-13 лет. Перед этим прошли отборочные соревнования в трех группах. И вот по три сильнейшие команды пробились сюда. Ну, с близкой зоны две команды. Напряженная борьба шла в течение трех дней. Игры «Золотой шайбы» проводятся по всем правилам большого хоккея. По результатам турнира первое место заняла команда из Славгорода «Кристалл», второе – «Спарта» из Рубцовска, третье – Александрневский город Барнаул. Победителей ждет поездка на всероссийский финал. Лучшую команду страны определят весной этого года. На этом пока все. До встречи в эфире.